Они могут где хочешь молиться, и даже если вы не молитесь, как вам кажется, то по факту вы все равно молитесь. Потому что, почему так получается? Человек же все время, он связан со Всевышним. И получается, что хоть ты знаешь, что ты молишься, хоть ты не знаешь, что ты молишься. Молитва это как разговор с Богом. Просто некоторые это осознают и делают это организованно. А некоторые это не осознают и потом получают какие-то непонятные... Как знаете, Ваня, когда мужчина один ехал в трамвай, стоит все, работа плохая, как мне все надоело, жуть вообще, что за жизнь у меня, ничего хорошего у меня впереди не ждет, отношения, деньги, все. В общем, он все, ехал все, проклинал, проклинал, проклинал в своей жизни. И сверху такая картинка, ангел такой записывает, говорит, он это записывал как просьбы. Он говорит, я, говорит, не понимаю, зачем тебе все это надо, почему ты все это просишь. То есть, получается, что человек, когда он что-то говорит или думает, он в этот момент, он все равно общается с источником всего, с Творцом Мироздания, получает следствие своих мыслей, своих действий, своих слов. То есть, вся жизнь человека это следствие того, что он у себя в голове надумал. И теперь в Рошашана, вот это удивительное вещь, я вам сейчас расскажу, значит, расскажу вам сейчас самый такой вот момент. Сейчас будет два дня, сегодня вечером наступает Рошашана, начало года, как голова года. Как у человека все начинается в голове, так же в году тоже все начинается в голове года, это как источник, начало всего. Такой есть лайфхак. То есть, большинство людей подходят к молитве, как к просьбе. Все время, когда Рошашана, например, да, вот дай, 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 победу дай Израилю и так далее. Вот, кто-то пишет, все просят дай. А нужно делать с точностью наоборот. Нужно точно с такой же интенсивностью, с которой мы обычно говорим дай, фокусируясь на том, что нам не хватает. Нужно с той же интенсивностью благодарить за то, что Всевышний уже сделал для нас. И когда ты благодаришь с огромной-огромной интенсивностью, то ты увеличиваешь то, за что ты благодаришь. То есть, это очень, вот такая, подумайте. Вот, например, мы в этом году вместе, да, Новый край, изучили на этом уроке, вот в 10 утра. Мы начали ровно год назад книгу «Врата благодарности». Спасибо Всевышнему за то, что мы изучили книгу «Врата благодарности», поняли, что такое благодарность. Благодарность, начали пользоваться благодарностью. Жизнь изменила, жизнь улучшилась. Спасибо, спасибо, спасибо за благодарность. Огромное отдельнейшее спасибо. И вот, когда ты это говоришь, то в этот момент ты на будущий год закладываешь, у тебя этой благодарности будет еще больше. Второе. Мы изучили после этого книгу «Жить в радости». Научились жить в радости. Спасибо Всевышнему за то, что научились жить в радости, за то, что закончили книгу «Жить в радости». И прям цикл уроков был у нас где-то 120 уроков по книге «Сад благодарности». Где-то около 50 уроков по книге «Жить в радости». И потом мы начали книгу изучать, которая называлась «Пути праведников». «Пути праведников» – отличная книга, была около тоже 120 уроков по этой книге. И закончили, мы узнали про все качества характера. Узнали какие-то там 28 разных качеств, как их увеличивать, что нужно уменьшать. Мы разобрались с тем, что внутри происходит, и поняли, что такое тшува, прям передрошена, что такое раскаяние. Спасибо Всевышнему и за это тоже. Значит, закончили мы «Пути праведников», и начали мы сегодня у нас седьмой урок в книге «Коэлит Экклезиаст». И спасибо Всевышнему, и дай нам Бог, пожалуйста, закончить, понять, запомнить великую мудрость царя Соломона. И с помощью этой мудрости понять, как все работает, и, значит, идти по правильным путям, по путям Всевышнего, по путям Торы. Вот, вот это примерно алгоритм молитвы, да? То есть вы начинаете с того, что, значит, начинаете с того, что благодарите, благодарите Всевышнего за то, что Он вам дает. И вот эта благодарность, ее должно быть 90%, она сразу же тогда увеличивает то, за что вы благодарите. То есть получается, что то, куда вы направляете внимание, оно увеличивается. Оно даже в принципе увеличивается. А в тот момент, когда вы взаимодействуете со Всевышним, так тем более. Теперь, и дальше вы, как бы, просить то, что тебе нужно, оно, с одной стороны, ты получаешь шанс это получить, да? Когда ты просишь то, что тебе нужно. С другой стороны, ты фокусируешься на том, чего у тебя нет. И тебе от этого, ты испытываешь недостаток. Поэтому, вот, я бы не делал из этого акцент жизни, просить то, чего тебе не хватает. Потому что иначе тебе будет всегда не хватает, да? То есть больше внимания на то, что есть, и немного добавлять по чуть-чуть то, что не хватает, без фанатизма. Потому что это путь в никуда. И вот мы сейчас возвращаемся к книге Экклезиаз. И как раз у нас сегодня мы заканчиваем вторую главу в этой книге. И вот как раз об этом царь Саамон и говорит во второй главе. Так, давайте смотрим. Говорит царь Саамон во второй главе. Мы дошли вчера до отрывка какого, кто помнит? И ха-ха, дурак, они оба умирают. И царь Саамон говорит, вот я отметил, мы дошли до двадцатого отрывка, да? И вот он говорит, возненавидел я тот труд, которым я занимался, потому что, получается, я в пустую работал. Дальше говорит, даже если я мудрость свою, вот эту божественную всю ее тратил на то, чтобы что-то создавать, строить и так далее, то в итоге я все равно это кому-то передам. А кто знает, каким он будет, тот, кому я это передам. И дальше он пишет, и повернул я в сабути анили яэш эт либи. Я, говорит, повернул к отчаянию свое сердце. Вот это очень интересная такая вещь, что мышление человека, обычно человек идет как бы за мышлением. Само мышление, оно его ведет, и он, а у меня, у нас как-то и газ, а у вас, у нас водопровод, вот. А потом у человека идут мысли, и он куда-то в мыслях пошел, пошел, пошел. И эмоция, которую он испытывает, это следствие того, куда пошли его мысли. Но человек осознанный, он за этим может процессом наблюдать, он может отделить себя как некую сущность или душ, как-то назвать, да, вот этот наблюдатель, внутренний наблюдатель. А мышление это внутренний процесс, который остановить невозможно, который идет сам по себе. Он очень ассоциативный, он очень реактивный, этот процесс мышления. И он очень неоднозначный, потому что любая мысль, пытающаяся описать какую-то, какую-то реальность или какой-то объект, это уже не объективная. Это просто одна из возможных интерпретаций. Даже вот этот, если мы будем описывать предмет, да, то мы можем 10 разных названий дать. Это что? Это чашка. С другой стороны, это что? Это стеклянная емкость. А еще это что? А еще это рекламный продукт Неспрессо, который они делают, чтобы рекламировать свое кофе. А еще это что, да? Ну и так далее. Ну, где-то 5-6 наименований мы можем дать. То есть любое наименование не является абсолютно точным, объективным и не является тем, что оно описывает. Поэтому любая мысль, которая есть в голове, она не является чем-то таким настоящим. Потому что, знаете как, казнить нельзя помиловать. Тут три слова, казнить нельзя помиловать. А где ты записывал, пока поставишь, какими ты интонациями поиграешь, будет разный абсолютно смысл. Поэтому все мысли, это эвэлевэлим, это пар паров. Царь Саламон, который это понимал и осознавал. В принципе, любой осознанный человек, осознавая свои мысли, он может ими начать управлять. И вот он говорит в 20-м отрывке 2 главе. Высабути, анили яешет леби. И он говорит, я повернул, вот думая вот эти мысли, вот так описывая свою жизнь, да, что все бессмысленно. Я повернул свое сердце, все свое мышление, все свое, вот сердце это как бы совокупность всех мыслей, подсознания, сознания. Я повернул, говорит, получилось свое сердце, куда леяеш. Леяеш это июш, это отчаяние. То есть я завел себя в отчаяние. Человек, который, вначале он пессимист. Да, везде полупустые стаканы. Да, а еще и будет и хуже. Это же еще, кто сказал, что будет лучше, наверное, будет хуже. О, а если будет хуже, как я буду в этом хуже чувствовать? О, вообще плохо. И пессимист, он таким образом доходит до приобретенной беспомощности. Это вторая стадия после пессимизма, когда человек говорит, и что я могу сделать? Ничего. Нет у меня ни сил, ни возможности, все равно ничего не получится. Да и смысла нет. И следующая стадия за приобретенной беспомощностью. Он поворачивает, получается, свое сердце к отчаянию. Ну, значит и все. И вот и все, и все. И он уже, пах, у него депрессия. Смотришь на его депрессия. И вот царь Соломон повернул свое сердце к отчаянию. Аль-Коль-Аамаль-Шамаль-Кетаха-Ташемеш. Завесь в свой труд, которым я трудился под солнцем. Он говорит, все бессмысленно. Все бессмысленно. Вот эти все мои старания, все бессмысленно. И дальше он объясняет это. Есть человек, что труд его, бэхахмат, с мудростью. Он мудро ко всему подходит. Он старается. Убедат. И с познанием. То есть он познает, исследует. И бэкишарон. Есть у него талант даже у этого человека. И он человеку, который вообще не трудился, передает свой удел. Человек работал, работал, работал. Пахал всю жизнь. Потом, значит, бах. С женой развелся. Одна у него отсудила половину состояния. Вторая половина. Он женился заново. Вторая тоже, значит, у него отсудила половину состояния. Из-за старшегося. Потом, что у него осталось? Допустим, у него детей не было. Тогда, получается, человек, который не трудился вообще над тем, что он создавал, он ему отдает все, над чем он трудился. Он говорит, ну как с этим быть? То есть человек трудится, трудится. И потом что? И потом куда оно все уходит-то? Получается, в никуда. И он трудится в никуда. Гамзе эвэль вера раба. Он говорит, это все пар и очень большой вздон. Он говорит, вот это вот ситуация, в которой человек один трудится, а второй потом пользуется плодами его труда. А тот, кто трудился, получается, он, если тот, кто пользуется, он не трудился и получил это просто так, то, говорит, где же тут справедливость? Вот. И он говорит, Он говорит, так а что, говорит, есть человеку вообще? Что ему остается от всего его труда и от всех его страданий, его сердца? Да? Потому что, Что он трудится под солнцем? Он говорит, что ему остается-то? Чего все трудятся, бегают с утра до ночи куда-то, стараются? Я про себя тоже говорю, я все время там занят. Все годы я вообще проработал, работал, 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 да? Дальше он говорит, То есть тот, кто занимается бизнесом, он знает, что если человек, например, вот он трудится, Потом его кто-то подвел, потом его еще кто-то подвел, потом там, если у него есть сотрудники, То у меня были, например, ситуации с этими сотрудниками, например, Одна была компания, которую я основал, парень, который был, работал, директор, Потом я ему дал в ней партнерство, потом он в какой-то момент он увидел, подумал, вернее, даже не увидел, Подумал, что может без меня обойтись, начал там подпольно обманывать, Потом, опа, он ушел, и, значит, потом, есть, через несколько лет, что он вначале начал обманывать, воровать, А потом он ушел. Ну, как бы, я считаю, что все от Всевышнего, у него потом все равно ничего не получилось, ничего страшного. А вот, например, нервничал ли я тогда? Ну, я, так как я Тору учу уже давно, все-таки, я Тору учу уже 24-25 лет, И кое-что это не первый раз, уже сейчас в октябре выходит книга с моими комментариями, То я не так нервничал, как если бы я не учил это. Но по факту ситуация такая, что тот, кто живет, работает, трудится, Особенно, если он занимается бизнесом каким-то и так далее, Все дни его проходят в боли и в гневе, А ночью он не может спать, потому что его сердце не успевает ночью успокоиться, И он ночью нервничает, ночью тоже у него внутри стресс, То есть продолжает его ум обрабатывать все эти сложные ситуации, в которые он попал. Он говорит, и это все суета, все это пар, говорит царь Самон, Вся эта деятельность бессмысленная. Напоминаю, что он в книге Куэлит, он исследует вопрос, в чем смысл жизни, И какая польза вообще человеку от всего его труда под этим на свете. И дальше он говорит вывод, 24-й отрывок 2-й главы, он говорит так, Чтобы он всматривался в то, что получается хорошего у него в его труде. И увидел я, что это от всесильного. То есть что он советует нам, да, он говорит, смотри, Во всей этой деятельности, типучей и бессмысленной, Фактическое является только то, что ты чувствуешь в данный момент. И если у тебя что-то получается, то есть если ты вот, Я последнее время к чему пришел, что человек должен заниматься Не ради целей какой-то деятельностью, а ради процесса. То есть если он в этой деятельности, это его самореализация, Если ему нравится этим заниматься. Поэтому я сейчас занимаюсь в Академии счастья только счастьем, да. То есть если мне нравится сам процесс, я от этого кайфую. То он говорит, смотри, как еда и питье. Вот ты в данный момент попил кофе, Если ты в данный момент ему не порадовался, То уже потом кофе нет. То есть ты не можешь жить все время думая, Что когда-нибудь я попью кофе и будет мне хорошо. В еде, в питье есть фактическое наслаждение и удовольствие. В данный момент, когда это происходит. И точно так же он советует в работе сосредоточиться на своем труде, Увидеть то, что у тебя сейчас, в данный момент получается, И от этого кайфовать. Он говорит, вот это мой совет. Кушай, пей и занимайся тем делом, И всматривайся в то, что ты сейчас делаешь, И от этого получай радость. И это он говорит, Это от всесильного. То есть всесильный Бог так сделал, Что тот, кто гонится в притчах царя Салмона, Он объяснял сладок сон труженика, Который трудится на земле, земледельца. Много-мало он поел, но он хорошо спит. Потому что у него результаты его труда. Вот он поработал в поле, И он, значит, хорошо спит. А тот, кто гоняется за пустотой, За проектами разными, У него все время вот эта пустота не дает ему уснуть. Потому что в этой пустоте очень много составляющих, Которые постоянно ему доставляют, Они не складываются. Дальше, 25 отрывок. Он говорит, Он говорит, а кто кушать будет, И кто будет чувствовать, кроме меня? Он говорит, жизнь в реальности, Это вот это чувственное ощущение, Которое у тебя происходит в данный момент времени. Так он говорит, кто будет, То есть зачем мне закладываться, Вот я заработаю, Вот я когда-нибудь там отложу, Обеспечу, про черный день, И про черный день, Дети, внуки и так далее. Он говорит, кто покушает, И кто почувствует, кроме тебя. Последний отрывок, 26 отрывок в этой главе, Такой длинный, Он надо его полностью понять. Кили Адам, он говорит, Потому что для человека, Шетовлифанав, Что хорош перед Богом, Натат, Бог дает ему, Хохма, дает ему мудрость божественную, Ведаат и познание, Весимха и радость. Он говорит, что человек, Который выстроил свои отношения со Всевышним, И он хорош в глазах Всевышнего, То есть между ними добро, То это добро, да? И получается, Если ты по-доброму построил взаимоотношения со Всевышним, А как ты можешь по-доброму построить? Если у тебя добро внутри, То оно соединяется с добром Всевышнего. Такому человеку Бог дает тогда Хохма, божественную мудрость. То, что мы сейчас получаем, Называется хохма, Божественная мудрость. Мы узнаем вот те вещи, Которые Всевышний сообщил, Но понять их может только тот, Кто хорош в глазах Всевышнего. Поздравляю вас, кстати, Всех, кто слушает урок, Значит, вы хороши в глазах Всевышнего. Потому что человеку, Который хорош перед Богом, Дал он хохму, Дал он божественную мудрость, Ведаат, дал ему познание, Весимкай, дал ему радость. То есть, эта радость, Она ничего не стоит. Это радость, Когда ты постигаешь мудрость, И у тебя открываются глаза, И ты видишь, Что оказывается, Эта радость, Она вообще везде, Вокруг, Просто ее нужно увидеть, А ее можно увидеть через благодарность, Через ощущение, Через внимательное, Как сказать, Постижение того, Что ты делаешь. А для грешника, Грешник это тот, Кто не идет по воле Всевышнего, И который нехорош в глазах, Получается, Всевышнего, Потому что у них нет коннекшена. Всевышний сказал, Делай добро, Он говорит, Я не буду. Такой человек называется грешник. Так вот, Грешнику он дал, Инья, Дал он ему такую особенность внутрь, Лейсов, Собирать, Великнос, И, Ну, Это другой оттенок, Собирать. То есть, Ему всегда не хватает, Грешнику всегда не хватает. Почему человек грешит? Ему плохо. Кому не хватает грешнику, Там, Денег, Он все, Не могу без денег, Все, Надо, Я украсть готов, Убить готов. Там, Насильник, Ему не хватает секса, Педофилам, Ему взрослых не хватает. Это все грешники, Которым постоянно не хватает. То есть, Им плохо внутри, И они из-за этого употребляют наркотики, Пьют, Грабят, Воруют, И так далее. Потому что это люди, Которые, Они уже сами по себе мучаются. То есть, То, Что их толкает на преступление, Уже является нарушением воли Всевышнего. И у них есть постоянно, Вот это вот, Представляете, Человек, Которому постоянно хочется есть. Он не может. Понятно, Да? И дал он ему, Вот этот вот иниан, Грешнику, Да? И дал ему этот аспект, Что ему все время мало. Он хочет собирать, Собирать, Забирать. А в итоге-то что? И все равно, В конце он даст это все, То, Что он собирает, Забирает, И так далее. Он отдаст тому, Кто хорош в глазах Всесильного. И Ганзе, Он говорит, И тоже это говорит пустота и бессмысленность. Потому что все равно, Даже если тот, Который получил это, Хороший, добрый человек, Получил много имущества, То потом это имущество, Оно уже ему потом, А что он с ним будет делать с этим имуществом? Ему нужно потом опять умножаешь имущество, Умножаешь заботу, И постепенно, Постепенно он становится, Из хорошего человека, Он становится озабоченным человеком, Потому что, Когда даже самому хорошему человеку Дают власть, Ответственность, Богатство, То в этот момент, Ему становится тяжело. Если мы вспомним, Свитокрут. Свитокрут, Когда начинается он с того, Что был голод в Израиле, И был Эли Мел, Который был один из самых богатых людей в Израиле. И он собрал свою семью, И пошли они в степи, В лавские степи, Потому что он не знал, Что делать. Он был очень богатый, Был голод, К нему все приходили, Дай деньги, Дай деньги. А он говорит, Отказать я не могу, Дать все раздать тоже не могу. Так он решил уехать. Уехал он на эти степи Моавицкие, И там он жил, Жил, Жил. В итоге сыновья его женились на Моавитянках, Он умер, Сыновья его умерли, И осталась одна его вдова Рут, Это вдова Наоми, И одна невестка Рут, И они остались бедные, И две как нищенки, Пошли обратно в Израиль, Где к тому времени уже закончился голод. Это вот ситуация, Когда человек, Который богатый, У него не меньше становится проблем, У него становится проблем еще больше, Чем у человека, Который без денег. Но царь Соломон, Он как раз в Мишле, В притчах царя Соломона, Он говорил так, Что две вещи просила у Бога, Две вещи, Это была его молитва. Он говорил так, Пустой, лживо, Отдали от меня, Чтобы я не гнался за пустотой. Это я уже комментирую, Он говорил просто, Пустой, Лживо, Отдали от меня. Бедность и богатство не давай мне, Это он Бога просил. И трефени лехом хути, Накорми меня законным хлебом. То есть, Чтобы я получал законно, То сколько мне нужно, Для простой жизни, Чтобы хватало мне всегда, На поесть, Поспать, Покушать, И чтобы я наслаждался жизнью. А как наслаждаться? Мы переходим, Закончили мы вторую главу, И вторую книгу, Которую мы изучаем, Happiness. Happiness это советы, 75 советов, По поводу счастья. И вот говорит, Автор этой книги, Рабель Зелик Плистин, Он говорит нам совет такой. Седьмой совет называется, The universe is yours. Вселенная твоя, Говорит он. Вот многие думают, Что им не хватает. Он говорит, Вселенная, Ты можешь, Он говорит, Получить невероятное богатство, Значит, И вообще без усилий. Каким образом? Посмотри на Вселенную, Как на свою. Вся Вселенная твоя, Все мироздание твое. В Талмуде, В трактате Санедрии, Написано так, Что каждый человек, Должен говорить, Не может говорить, Is obligated, Облигated это как облигация, Должен говорить, The world was created for me. Мир был создан, Сотворен для меня. То есть, Мир был Богом, Сотворен для меня. Так должен говорить каждый человек, Каждый. Представляете? Теперь, Что это дает? Это значит, Что все твое, Солнце твое, Вся Вселенная твоя, И звезды твои, И деревья твои, И океаны твои, И горы твои, И озера твои. Он говорит, Все твое. Теперь, Значит, Если это все твое, И галактики даже, И птицы, Которые летают, И рыбы, И кони, И коровы, И тигры, И ягуары, И даже жирафы, И даже слоны, Все твое, Он говорит. Теперь, Если ты будешь смотреть на это все, Как на свое, И видеть это счастье, Которое у тебя есть, Да? То тогда, Ты будешь, Обладателем невероятного богатства. И плюс, Тебе не нужно за ним, За этим богатством, Ни усилия, Ни нужда, Никакие, Ни, Ну, Сохранять его можно, Иногда походить на демонстрации, Защиту природы, Ну, И все. И он говорит, Ну, Может возникнуть у человека вопрос, И что это мне даст? Пришел к нему человеку, Написывает, И говорит, Ну, И что это мне даст? У меня денег не хватает, У меня долги. Он говорит, Что мне даст, Что вся вселенная моя? А этот автор книги ему говорит, А ты попробуй, Ты попробуй, Неделю походи, И понаблюдай, И просто наблюдая, И говори, Небо мое, И облака вон полетели мои, И слон за мое, Егора мои, Походи, Понаблюдай. Когда week was over, Когда прошла неделя, Я чувствовал, Как полностью новая личность, A totally new person. I had great energy, У меня была великолепная энергия, И чудесные внутренние ощущения. Мой интеллект был чистый, И, в общем, Ему очень это понравилось. И я, значит, Думал о том, Как решить мои финансовые трудности, Но я это делал И с позиции, Что мне хватало. Я был очень наполнен. Вот давайте попробуем неделю Благодарить Всевышнего За то, Что есть у нас небо, Солнце, Горы, Дожди, Которые идут, Облака, Значит, И все электричество, Все молнии ваши, Полностью, Все молнии мои, Мир был создан для меня, Гангстрим мой, Продать нельзя, Но не обязательно, Вообще богатые люди, Они тоже не продают то, Что у них есть, То есть люди, У которых есть там, Борцы, Острова, Они же не будут целыми днями, Хотите их продавать, Они просто ощущают, Вот, Что это мое, Хотя, Но только на бумаге их, По факту, Это все Всевышнего, Весь мир принадлежит Всевышнему, И весь вопрос в том, Видите, Вернемся к элиту, То есть человеку грешнику, Который не со Всевышним, Он дал ощущение, Что ему все время не хватает, И сколько бы у него ни было, Ему не хватает, А тот, Который хорош в глазах Всевышнего, Который Всевышнего благодарит, У него наоборот внутри ощущение, Что у него все есть, И дальше ему Всевышний дает хохма, Ведаат, Ему дает Всевышний мудрость, Дает познание, И семья, И радость, Ему внутри радостно, То есть он ходит радостный, А грешник ходит нерадостный, Вот можно по радости проверять, Вы сейчас в каком состоянии ума, В правильном или неправильном, Все, дорогие друзья, Хорошего всем дня, Хорошего года уже, Не дня, Хорошего года, Заканчивается год, Спасибо вам огромное, Что вы приходили на уроки ВАИКРА, Спасибо вам огромное, Что вы помогали ВАИКРА, Что вы есть у нас спонсоры, Партнеры, Которые каждый месяц жертвуют, Там 18 долларов, 50 долларов, 20 долларов, 100 долларов, Мы больше ни с кого не берем, У нас больше 100 долларов, Нельзя жертвовать, Потому что, Чтобы все принимали участие, И получали пользу, От распространения, Света Всевышнего, Поэтому, Спасибо всем огромное, Что Бог дал благословение, Всем хорошим, Добрым людям, Слава Богу, У нас сегодня 300 человек, Впервые на уроке, В Телеграме, В Фейсбуке, И в Ютюбе, Вместе, Больше 300 человек, У нас сейчас, Представляете, Это уровень, Было 200, Сейчас уже 300, В прямом эфире, Поэтому, Встречаемся, У нас завтра, Так как Роша Шана, Не будет урока, Завтра, Это как Шаббат, Значит, Четверг, Пятница, Это два дня Роша Шана, Праздник, И потом Шаббат, Мы встречаемся, В воскресенье, Мой вам огромный, Огромный совет, Вот эти два дня, Вселенная ваша И благодарите Всевышнему, То есть, Дает Всевышний Следующий год, На базе того, Что вы чувствуете В эти два дня, Если вы в эти два дня Чувствуете благодарность, Наполненность, Радость, У вас будет Благодарный, Наполненный, Радостный год, Полный всего, Что вам нужно для счастья, И помните, Пусть это будет девизом Этих двух дней, Спасибо Всевышнему, Вселенная моя, Спасибо за Вселенную, Вселенная ваша, Вы сегодня получили Подарок от царя Соломона, Мудрейшего из людей, Вы получили Вселенную, Это очень круто, Вернее, Старь Соломон подготовил, А совет этот дал Равк Зеленк Плистин, Но, в принципе, Это вся одна компания, Все, Всего хорошего, Счастливо, Счастливо, Вернее, Вернее, Продолжение следует...